в настоящее время со стороны официальных сми интернет сообщества в том числе и блогеры и различные даже сетевые издания претерпевают определенное давление давление это происходит из-за того в первую очередь что сетевые люди сетевые журналисты интернет журналисты блогеры они быстрее реагируют на современную реальность более живо реагирует на нее и не спрашиваются разрешение у своих неких кураторов это могут быть допустим какие-то люди которые вливают деньги в проекты как у некоторых товарищей которые отслеживают и отрабатывают ближневосточную идею это может быть также и обычная позиция сми которые как всем известно и традиционно принадлежат миллиардерам и еще более сильным мира сего таким образом ситуация складывается в таком русле что интернет сообщества сегодня подвергается определенному давлению со стороны тех служб которые ангажированы большим капиталом и основной упор на это давление те службы которые его осуществляет это давление они делают на том что якобы интернет сообщества по сравнению конечно с официальными сми имеется в виду особенно телевидение якобы интернет сообщества обладает каким-то большим разрушительным потенциалом поскольку показывает негативные какие-то кадры и в общем ведет политику освещение ситуации в негативном ключе я не согласен с такой политикой которая складывается с подачи официальных сми официального телевидения и давно уже заметил наблюдая в свой телевизор за теми этими центральными телевизионными каналами что ситуация сегодня как раз с точностью наоборот что центральное телевидение и чем центральный канал тем более он участвует в этом негативном шоу центральное телевидение воплощает идею разрушения страны и разрушение человека семьи и даже социальности человека чтобы не быть голословным я некоторое время потратил для того чтобы придумать как это про иллюстрировать так я с каждым человеком с которым говорил получал от него ответ да действительно ощущение такое что первые каналы особенно первые каналы они ведут разрушение нашей нации планомерно полномасштабно тотально и очень глубоко и вот я придумал этот ход и представляю вашему вниманию одну небольшую срезочку я взял просто камеру и поставил ее напротив телевизора и пощелкал пультом телевизионным начиная с первого канала и дальше и мой срез он практически подан мной сейчас без монтажа я просто некоторые места вырезал где лишние по времени на мой взгляд идет демонстрации сюжетов а так вот он как щелкал там даже время иногда показывается так телевизор себя и проявил давайте посмотрим что в результате увидела камера при этом срезе телевидения вот идет у нас первый канал мы сразу видим обгорелые заколоченные стены мы видим что это последствия какой-то трагедии люди начинают ее обсуждать черные платки это значит смерть вот даже без звука сидит журналист гордон который хайпует на этой теме он все время нагнетает какой-то негатив сам собственной персоной орет изо всех сил теперь уже как бы даже за пределами допустимой такой социальности орет мол типа вы здесь такие плохие я вас сейчас рассужу я весь такой хороший но на вашем экране вы сейчас видите что первый канал демонстрирует вернее отдает большое время своего экранного эфира он отдает вот этому негативу таких передач на первом канале море разливенные практически все и вот она пожалуйста идет в рабочее время в дневное время в нормальное время когда люди смотрят и товарищ гордон у нас на эфирах которые не собирают большие аудитории он просто не выступает ему это не надо пожалуйста вот первый канал даже само описание этой картинки этого выпуска детки в огненной клетке явно показывает что это передача о тех детях которые сгорели при определенных условиях второй канал россия 1 поиски улик очередная передача о преступлении как там она раскручивается неважно самое главное что опять час полтора два вот в это время то есть без 13 минут 5 вечер время почти самое просмотровое показывается передача в которой опять идет упор на какие-то преступления идем дальше третий канал третий канал скандинавский форсаж ну вроде как боевик который перемешается естественно преступлениями пожалуйста в описании этого 3 канал несмотря на то что это матч тв спортивный канал все равно пожалуйста любители запрещенных гонок уже нарушение закона и на том чтобы пропагандировать запрещенные гонки выстраивается целый сюжет пожалуйста 57 минут осталось все это показывается юная девушка сыграет важную роль в заезде отца через детей через молодежь показывается отношение к этому виду преступления четвертый канал нтв ментовские войны комментировать здесь нечего очевидно что опять большая часть населения является плохими людьми народ здесь показан быдлом и естественно так называемые менты и прокуроры и так далее являются защитником нашей ситуации нашего с вами быта только вся проблема в этих фильмах она сводится к тому что все вот эти ментовские войны проводятся этими защитниками на нашей с вами территории и они уничтожают нас сажают в тюрьмы бросают в различные автозаки как было тут недавно журналистка бьют головой стол причиняет различные увечья таким образом они формируют в нашем сознании три вида уверенности первое то что все мы преступники те кто не носит погон второе те кто носит погоны им разрешено все и бить нас потому что мы преступники и каким угодно образом причинять нам ущерб и третье все что они с нами делают незаконного все это они делают во благо нас самих за что и получают премии и вот об этом идут постоянные фильмы вы наверное заметили что последнее время это несколько лет последних идут только ментовские войны по телевизору каждый вечер выпускается все новые новые муссируются старые 90-х годов подчас но только все время калеченье рядового гражданского населения с помощью товарищей которые обременены различного вида погонами в описании четвертого канала канала нтв и этих ментовских войн мы видим что они работают на крупного бизнесмена иксанова какого-то с нерусской фамилии шилов и джексон задерживают киллера как будто у нас по улицам разгуливаются эти киллеры и все эти богатые крупные бизнесмены мы их в глаза никогда не видим они иногда фигурируют только вот в этих сводках кто кого ловит в честь кого и ради кого это все происходит никому ничего не понятно да сегодня там поймали какого-то полковника гибдд из какого-то нашего края ну и что перед этим тоже ловили полковников и генералов где они сейчас да нигде все это сошло на нет деньги уже давно либо распилили либо куда-то утилизировали и ментовские войны эти все они продолжаются пятый канал фильм чужой район опять мы видим людей в погонах которые опять наводят какую-то тень на плетень в этом самом районе у нас оказывается есть районы чужие а есть районы свои и почему-то если какого-то товарища в погонах переводит в какой-то другой район он для него становится чужим и там приходится и ему выживать самому и выживать оттуда каких-то людей которые всю жизнь там жили получается уровень подачи вот этих всех материалов кроме того что он естественно весь противозаконный он относится каким-то временам когда закон то в общем-то и никакого и не было получается так что переезд из района в район сопровождается каким-то такого плана большими проблемами что ради них нужно снимать целый фильм и фильм этот как видим из описания он посвящен дилемме сыч хочет купить для дочери кафе ну и сделку должна оформить адвокат новикова новикова точнее она садится с деньгами сыча в машину продавца ну и там дальше описывается преступление нападают грабители все такое прочее кинут кидалова все обычные преступления которые с нами случаются якобы на каждом шагу весь вопрос только опять дочери кафе мы сейчас кстати знаем у нас один из генерал майор женского пола который периодически сейчас просто меньше а раньше вообще озвучивал как раз вот этих ментовских войн официальную информацию по телевидению оказывается имеет свой фитнес клуб стартовая цена которого чтобы его было сделано 3 миллиона долларов откуда появились у генерал майора женского пола такие деньги никто не говорит фамилия ее называть не буду пусть сами разбираются вы смотрите пятый канал и все преступление то есть пятый канал пять каналов все преступление и они нагнетаются и одного и того же лана идем дальше следующий канал седьмой канал россии 24 новостной москва кремль путин читаем верхнюю строчку владимир путин выразил соболезнование королю бельгии связи с последствиями наводнений как говорится больше и не о чем говорить но тут на основной картинке идут описание каких-то потреб сообщества которые тоже занимаются мошенничеством и занимаются обманом населения причем при огромных оборотах то есть вся вот это кремль путин почему-то кстати я не знаю почему они с такой вывеской москва кремль путин они все это посвятили разоблачению некого мошеннической схемы которая существует в каком-то отдельном секторе нашей жизни опять ситуация связана с проблемным нашим существованием опять с нарушением закона плюс еще соболезнования королю бельгии которые идут сверху постоянной строкой идет нагнетание смерти идет нагнетание обмана нагнетание преступления 10 канал тв-центр северное сияние проклятие пустынных болот опять вот эти проклятие слова не то что паразиты а те которые зомбируют человека на преступление в описании там находится еще слово что где-то в каких-то болотах находят тот самый труп какого-то мужчины идет дальше расследование опять преступление опять убийство 11 канал рн-тв новости службе безопасности президента россии 30 лет вот на этом сюжет построен и опять у нас правоохранители здесь они правда без погон но зато в каких шикарных масках и опять идет нагнетение что нашего президента кто-то хочет непосредственно каким-то образом ущемить в его личных правах и для этого нужна вот такая система которая является службой безопасности президента это конечно нужно но вы смотрите что получается 12 каналов подряд вот 12 кстати канал громовый опять идет негатив самого больного мальчику выбрали его показывают по всему телевидению и просят чтобы ему давали деньги следующий тарзан легенда здесь опять преступление что человек асоциален становится практически животным и его нужно вернуть в его дикий мир а то иначе он в нашем мире сформирует очень много преступлений три истории любви здесь тоже проблемы того же плана что девушка не может определиться ни в каких своих любовных отношениях у нее такой шикарный выбор она никак не может его сделать и в результате получается так что все люди постепенно пропитываются вот этой идеей что она все-таки женщина легкого поведения потому что знаете вещь пошедшая по рукам уже не вещи то с древних как говорится времен все давно было известно дальше 15 канал тв3 гадалка которая пудрит мозги вот описание пожалуйста постоянно изменяет жене вере и так далее все опять идет на разрушение семьи на разрушение наших с вами семейных ценностей семейных основ сам процесс гаданий здесь выбран только как ширма в предыдущий канал был спас то есть христианские это пожалуйста языческие что получается то и получается разрушение наших основ дальше пожалуйста пятница канал показывают вроде как интересный как вот люди живут но ради чего да ради того чтобы показать что вы ребята живет сегодня хорошо а то будете жить вот так как те люди они тоже люди весь рынок ушел к ним ну дальше вот меч пожалуйста первый удар голосование карать оставшихся членов банды пожалуйста канал звезда все опять то же самое дальше канал мир дела судебные показывают что судьи у нас правит федеральная судья кутина якобы правит балл а на самом деле никакого правового защищения они не производят только вот показывает что человек будь готов что тебя осудит и осудит вот пожалуйста так вот вот представляете первые 20 каналов которые выстраиваются в порядке убывания рейтинга то есть первого начинает и дальше идут вниз они все заточены на то что они транслируют крайне предельно жестокий негатив убийство судебное разбирательство разрушение семьи различные банд формирование произвол полиции и других органов и прокуратуры но по телевидению конечно они подрывают эти передачи подрывает и доверие к нашим правоохранительным органам в общем то то что мы видим на экране раньше вот если сегодняшние вот эти экранные сюжеты вернуть например на 30-40 лет хотя бы советское время мы бы никогда не поверили тогда что вообще это когда-нибудь будет воплощено в жизнь а сегодня с течением времени то что в 90-е годы транслировалось что наша питерская тогда полиция она позволяла себе все что угодно и мочила людей на улицах вот сегодня это мочилово пришло к нам в жизнь и уже сегодня в нашей в москве здесь правоохранители когда арестовывают за не ношение масок хотя сами находятся без масок они делают все что угодно с людьми которые которых они выбирают в качестве жертвы и человеку защититься от таких нельзя никак и суд осуждает человека за то что он не повиновался вот этим преступником погонами хорошо правда таких людей пока еще немного я имею ввиду преступников которые наряжены в правоохранительную форму и хорошо что их хотя бы иногда точечно выдергивают как вот сегодня этого полковника с двумя тоннами денег а что будет дальше ведь наши первые каналы телевидения не чита каким-то блогером блогеры себе такого не позволяет и интернет сообщества такой гадостью не занимается потому что купить этот фильм и показать его на своем канале не может ни один интернет пользователь здесь огромные деньги крутятся большие деньги каналы платят за право показать вот это стрёмное кино и это стрёмное кино они показывают за свои деньги показывает всему населению нашей страны которая подвязана на это на наше телевидение и вбивают в голову все противозаконное что творится сегодня в нашей стране вот с кем надо бороться я не представляю куда смотрит наша идеологическая служба если она такая есть но судя по наездам конечно на на есть куда она смотрит либо можно предположить что этой службе выгодно такая чернуха которая идет с первых каналов у нас первые каналы погрязли в преступлениях в пропаганде преступлений различных совершенно различных моментов я вот вам сделал только один срез вы можете сделать вот такой срез поставить свою камеру напротив телевизора и просто пощелкать каналами в любое время дня и ночи и вы увидите что в большинстве случаев срез картинки будет именно такой поэтому я обращаю внимание наших идеологов чтобы они все-таки гонялись не за отдельными людьми типа блогеров или пользователей каких-то вконтакте или фейсбуке а гонял за преступными уголовными бандами которые заседают на 1 2 3 5 10 каналах телевизионного вещания а